Да, надо включить будет слайды мои. Значит, мы обсуждали, ну вы видели, что, собственно говоря, ковид как таковой вроде бы немножко уходит, или вообще уходит, посмотрим. К тому же даже та вспышка омикрона, которая была, она не дала таких тяжелых последствий, как перед этим, при том, что количество больных было меньше, но количество тяжелых было существенно больше. И уже начиная с января месяца этого года, количество тяжелых пошло на спад. Поэтому мы сейчас про ковид говорим все меньше и меньше. Но я, как обычно, начну с конфликта интересов. Это выступление не спонсируется никакими компаниями, никакими. Вы можете уже выключиться из эфира. Я вот не умею, я сейчас постараюсь как-то... А все. Вот. Не спонсируется никакими компаниями, производителями лекарственных препаратов или же медицинских приборов. И делается в рамках основной работы моей в Москве в городском научном обществе терапевт. Доклад будет сегодня, скажем так, не очень обычный. И начну я его вот с такого вот сообщения, что только недавно умер первый человек, которому было пересажено сердце свиньи. Он прожил с этим сердцем 60 дней. Пересадка была в январе 22-го года. 57 лет ему было. Но свинья была не обычная, а генномодифицированная свинья. То есть у нее было изменено 4 собственных гена и добавлено 6 генов человека. То есть отключено, простите, 4 гена свиньи, добавлено 6 генов человека. Только не спрашивайте, как это делается. Поверьте, что это делается. Мне начинают рассказывать, что это невозможно. Еще все возможно в нынешнее время. Все возможно. Мы с вами знаем, что нам вводят ген ковида, кусок гена ковида на вирусе совершенно другом. И мы называем это все прививкой. Ну, а здесь это сделали со свиньей примерно в том же режиме. Вот. Дальше у больного развилась цитомигаловирусная инфекция, которая вообще-то обычно протекает довольно тихо и спокойно. Ну, и они написали, он умер от цитокинового шторма. Все же теперь знают, что есть такой цитокиновый шторм. Никто не знает, что это такое, никто не знает, с чем его едят. Но шторм есть. Вот. Мы все время издеваемся над этим термином, потому что это такой кухонный разговор, который почему-то вдруг перешел в разряд обыденного для врачей. Ну, бог с ними. Мы знаем, что цитокиновый шторм – это уловка для врачей сказать, что они не сделали что-то, потому что, ну, это же цитокиновый шторм. Вы же понимаете. Мы-то знаем, как лечить этот цитокиновый шторм. Да? Это прямые антикоагулянты, это плазма ФРС, это свежезамороженная плазма, и цитокиновый шторм на этом прекращает свое пагубное влияние. Ну, кто же будет делать, несмотря на все наши призывы, вот уже не первый год. Ну, и начну я с кейса недавно вышедшего двухчасового интервью с известным нашим режиссером Андреем Звягинцем, который рассказывает в том числе о том, как он болел. Ну, собственно, я попрошу запустить это видео. Для меня это растянулось на целый почти год. Собственно, началось все с вакцины «Спутник». Я сделал первую вакцину 25 июня, а уже 1 июля я был в клинике, и 8-го попал в реанимацию. Вакалу я был со специальным таким устройством, которое генерирует из воздуха окружающей среды кислород в небольшом процентном соотношении, там порядка 40 процентов. И я был дома, как бы уже миновав все эти ковидные состояния, в общем, практически был уже на излечении, ну, то есть уже выходил в норму. Я даже гулял, позволял себе вокруг дома там с сопровождающим, с кем-то из близких прогуляться, пройтись. Но дома я сидел на кислороде на этом. Он меня так поддерживал. И 1 июля, помню этот день, навсегда запомню его, потому что я утром где-то в 11 утра очнулся, и в полденадцатого пошел умыться. Ну и все, я вот умываюсь и чувствую, что у меня уходит земля из-под ног. Я едва зашел в спальню, благо, жена была дома, я сказал, Аня, звони срочно в скорую, потому что я умираю. Вот, я померил себе оксигенацию, эту штуку, которая, как сказать, снабжение кислорода. Ты, наверное, знаешь, что 90 – это как бы такая граница, 90% – это уже не очень хорошо. Но 88-87 – беда. Ну, как бы, не норма. Но должно быть 97-98-96. Вот я померил, у меня было 64. Вот, и там, в общем, был сепсис, практически кровь была отравлена, клепсиела, так называемая. Это такая инфекция, которая совершенно невозможно победить. Она привыкла к тому, что ее бомбят антибиотиками, и она очень активно существует и обитает, особенности вот в клиниках, в реанимационных залах. Спустя 40 дней, или больше, меня стали выводить из комы. Это тоже долгий процесс, когда тебя выводят из комы, это очень любопытное состояние, потому что начинаются так называемые… Может, кому-то прийти, кому-то нет, но у меня был делирий так называемый. Это просто, как сказать, видение. Вот. Я видел каких-то людей, стоящих в углу, просил их удалиться. Петя, потом мне жена рассказывает, Петя подошел к углу, сказал, «Вас просит папа, чтобы вы ушли». Ну так, шутил со мной. То есть, когда я вышел из комы и когда пришел в себя, то есть, перестали мне появляться какие-то образы, видения и такие, как бы сказать, мизансцены, в которые я верил свято, что так оно и есть. Я видел какие-то вечеринки, вот, каких-то французов, почему-то я назвал одного доктора французом. Он говорит, «Это я». После, когда я уже пришел в себя, Андрей Петрович, это я, вот я француз. Чего только не виделось, короче, Антон, это надо испытать, это пересказать невозможно. И там же я осознал, когда я пришел в себя, что руки мне не подчиняются, то есть, я не могу сказать руке, возьми вот этот предмет. То есть, предметы вываливались из рук, я не мог есть, меня кормили медсестры. Сперва диагностировали полинейропатию, это поражение периферийной нервной системы. То есть, ноги и руки у меня, в общем, как сказать, не подчинялись сигналам мозга. Сейчас руки помалу приходят в себя, а ноги у меня, как видишь, я не могу ходить сам самостоятельно, я не могу. Только благодаря этим физиотерапевтам, как это называется, штука, на колясиках ходунки. Вот это все, что я могу. Ну и на коляске. Вот. 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 Такое красочное описание, там нарезка, как вы понимаете, поэтому перескакивает с одного на другое, если вы будете смотреть это интервью, оно, его очень много в интернете, легко его можно найти, Андрей Звягинцев. Вот. Он там более подробно рассказывает различные эпизоды, как что было, и когда вы это слушаете, вы проникаетесь верой в то, что он рассказывает. На самом деле не надо этого делать, вы должны быть с холодным, так сказать, умом четким и понимать, что он говорит не все правду. не потому, что он так хочет, а потому, что он, как, ну, как человек далекий от медицины, воспринимает некоторые вещи, ну, так, как ему кажется. Они на самом деле не соответствуют действительности. Но одна из тем, которые он там рассказывает, что ему собирались пересаживать легкие. Я, честно говоря, не слышал, что при ковиде кому-то пересаживали легкие. Вот у него такая тема возникла, и он рассказывает, как его отправили в Ганомер именно для того, чтобы пересадить там легкое. Вот. Ну, бог с ним. То есть, нам интересно то, что он рассказывает, потому что из этого рассказа можно многое чего накопать, то, что понятно. Значит, первое, что не все показывал, поэтому я просто все интервью-то видел. Первое, что через два дня после вакцинации лихорадка до тридцати девяти. То есть, связь лихорадки, связь заболевания с прививкой, она несомненна. Он там потом начинает рассказывать какую-то муть, что вот у него был вирус, а добавили вирус спутником. Но спутник-то другой вирус, мы же знаем, что это совсем разные вирусы, они никак не могут добавляться один к другому. и потом сразу, в общем, началось все с тридцати девяти, и уже через пять дней он находился в клинике, и уже восьмого июля он оказался в реанимации. То есть, он очень быстро прогрессировал в плане, ну, какого-то вот ковидоподобного синдрома, который, еще раз, напоминаю, возник после прививки. Дальше он в середине июля тоже, довольно странно, выписан домой с кислородной поддержкой. согласитесь, восьмого июля попало, где-то в середине июля, через уже практически неделю, там полторы, он находится дома, ну, непонятно мне это. Дальше он быстро активизировался, он начал ходить вокруг дома, хотя дома его ждал кислородный аппарат. Мы как-то всем больным говорим, ребята, вылеживайте, пожалуйста, два месяца после ковида вообще не ходить, а лежать надо все время. Вспомним про то, что все лежат на животе в пронпозиции, чтобы облегчить дыхание, они совсем не ходят. Вспомним про то, что любое движение вызывает падение сатурации, любое движение. У него 60, ну, 66, ну, 60, в общем, какие-то критические цифры запредельные и непонятные. Они мне непонятны, чуть позже я про это скажу, я к этому вернусь. Дальше у него повторная госпитализация в 23-ю больницу, там сепсис, там полирезистентная клепсиела. Дальше то, о чем я уже говорил, его перевозят в Германию, там вводят в искусственную кому, и он лежит полтора месяца на ИВЛ, ему ставят, естественно, трахеостому, он ее там где-то показывает, говорит про нее тоже. Вот. И появляется на выходе из комы, как он рассказывает, появляется глиноцитнаторный синдром, который он называет делирием. Ну, и полинейропатия, он четко произносит слово полинейропатия, по типу синдрома Гиена-Борре, только вопрос, когда же она произошла. поэтому я бы начал с того, чтобы на этом кейсе можно много чему научиться. Ну, первое, что геномодифицированный продукт вызвал типичный аутоиммунный тромбоваскулит, о котором мы постоянно говорим, и это совершенно, так сказать, описанное многократно везде осложнение, оно не какое-то экстраординарное. Другое дело, что оно не самое частое, естественно, но зато вот вполне ничего себе. Дальше я уже говорил, что мы запрещаем физическую активность больным надолго, мы стараемся их долго, физическую активность, пребывание на солнце, все начинают про баню спрашивать, никаких бань. Выпивать, ну, умеренно, бокал вина в день, пожалуйста, но никаких вот таких физических, чрезмерных нагрузок. Дальше. Внутрибольничной инфекции тоже ничего особенно нового он не сообщил, потому что это бич, об этом все говорят, что 80% больных погибает от внутрибольничной инфекции, присоединяющейся, вот, развивается сепсис, септический ДВС-синдром, который уже не похож на ковидный ДВС-синдром, он гораздо тяжелее, с полиорганной недостаточностью, с падением давления и так далее, и так далее. Вот. Ну, и в середине его изложения возникает рассказка про чудесный спасительный бактериофаг. Он рассказывает, что ему в Германии ввели бактериофаг, забывая, правда, сказать, что это, скорее всего, бактериофаг был из Москвы привезен, вот, и мы должны понимать, что полтора месяца лечения сепсиса, пускай это даже там, пневмонийная ЭВЛ, невозможно без антибиотиков, и поэтому, конечно, какая-то чувствительность клепсиела была безусловна, просто нельзя было провести больного без антибиотиков. Вот. Ну, антибиотики, может быть, недостаточно эффективно работали, по его, так сказать, рассказу, но, правда, он был без сознания, бактериофаг прям вот сработал то, что надо. К сожалению, научных подтверждений высокого уровня эффективности бактериофагов нет, это возвращаемся к предыдущему докладу, потому что отсутствие доказательств высокого уровня не говорит о том, что это неработающая вещь. И мы вот потратили несколько месяцев на взаимодействие с компанией Микромир, которая принадлежит Александру Зурабову, это родной брат Михаил Юрьевич Зурабов, которого, конечно, все врачи знают, вот, ну, собственно, Михаил Юрьевич там тоже присутствовал в этих разговорах, мы с ними обсуждали много этот вопрос, мы имеем ограниченный положительный опыт по применению бактериофагов при ковиде, но он буквально ограничен там двумя-тремя случаями, вряд ли больше. Мы даже ходили с ними в Минздрав по этому вопросу, потому что с бактериофагом есть одна большая проблема, его невозможно зарегистрировать как лекарственное средство, потому что это набор различных фагов, причем каждый раз эти фаги еще и размешиваются, примешиваются, они индивидуализированы. Вот, но, к сожалению, у нас не сложилось научное взаимодействие, мы не смогли их уговорить на проведение хорошего мета-анализа, хотя вот даже предварительный просмотр каких-то работ показал, что работа в принципе есть. Вот, но их, они требуют, ну, все-таки обработки. Вот, поэтому мы подтверждаем, что мы готовы помочь с приобретением бактериофагов, это не так просто, это они в аптеке не очень-то продаются, вот, и если необходимость такая возникает, то мы, так сказать, связываем с микромиром, со специальным человеком, и уже там они сами договариваются, каким образом они этот бактериофаг поставляют. Значит, мы исходим из позиции, что действие лучше, чем без действия. Если возникает такая необходимость, то лучше попробовать, потому что как минимум бактериофаг абсолютно безопасен. Дальше еще одна тема, это делирий. Ну, казалось бы, делирий, делирий, мы, если кто помнит с нами, так сказать, с сентября 2020 года, мы с самого начала описывали яркие сны, которые возникают на фоне ковида. Яркие, галлюциногенные, галлюцинаторные такие сны, когда ты абсолютно веришь в то, что происходит. И это довольно часто, когда мы стали опрашивать людей, то многие нам подтверждали, что да, действительно, такие необычно яркие сны они видят. В литературе тоже мы встречаем термин делирий. Ну, и как он описывает, можно сказать, что это делирий. Только вот у меня твердое убеждение, что это совершенно не делирий. Потому что у делирия есть одна деталь. Конградная амнезия. человек не помнит то, что с ним происходило в момент делирия. А здесь люди все говорят, да, мы помним, мы рассказать можем, мы прям сцены рассказать. Ну, собственно, опять же, Звягинцев именно сцену же рассказывает, да, как он там с какими-то французами воевал. и вот с делирием нас лично среди знакомых произошла неприятная шутка. Значит, человек попал с делирием в больницу, в обычную соматическую больницу. Человек богатый, он непростой. и там ему сказали, ну, у тебя же делирий, ты же алкоголик, у тебя же это самое, отправили его в психушку. Ну, и там он просто умер. Просто умер. Но это, скорее всего, был ковидный делирием, потому что диагноз ковида у него стоял. Поэтому я обращаю на это ваше внимание, пожалуйста, если вдруг возникнут такие больные, посмотрите, что это такое и как с этим быть, потому что за этим делирием может стоять совершенно нестандартная ситуация, поражение, много об этом говорим, энцефалит ковидный, да, и постковидный тоже. Это может быть совершенно другая тема. Полинейропатия по типу Гиенбаре. Ну, я напомню, что полинейврит обычно не касается рук, он обычно где-то в ногах чаще, и уж тем более не касается и рук, и ног, и так, что он вообще двигаться не может. Это, хотя он не произносит этого, но вот мы разговаривали только что в нашем Тверском центре с профессором Ольгой Николаевной, она сейчас Бахарева, значит, проректор по науке, она говорит, ну, ребята, это сто процентов, вы что, я говорю, это, Гиенбаре, острый, острейший Гиенбаре, но не просто Гиенбаре, а это Гиенбаре с поражением мышц дыхательной мускулатуры, то есть, это не только конечности, но и дыхательная мускулатура, и обратим внимание, срок очень характерный, да, Гиенбаре, это как раз где-то через месяц от начала инфекции развивается, вот ему ввели спутник, и вот через месяц у него развился этот Гиенбаре с тяжелейшим поражением дыхательной функции, и обратите внимание, он говорит, что у него ноги ослабели, он не мог, он шел, но на очень слабых ногах, вот, поэтому может быть вообще вся эта история, вот повторной его госпитализации, низкой сатурации, так далее, это Гиенбаре, который, ну, не распознали, а может быть и проспали, при этом мы знаем твердо, плазма ФРС первые сутки, двое, трое, там, неделю, он полностью вылечивает Гиенбаре, полностью, вообще ничего не остается, если вы этого не сделали, то, к сожалению, человек, ну, вот, инвалидизируется, не может ходить, это огромная проблема, я хочу сказать при этом, что, назовите его Гиенбаре, или Шмайон, еще как-нибудь, Баре, это не играет роли, любой полиневрит прекрасно лечится плазмоферезом, прекрасно, и наоборот, если вы этого не сделали, то человек становится тяжелым инвалидом, ну, и, конечно, антикоагулянты, он ни слова про это не говорит, я точно уверен, что в 23-й больнице мы должны были давать антикоагулянты, потому что с упоминаемым главным врачом Еленой Юрьевной Васильевой, я лично не раз обсуждал антикоагулянты, она мне божилась, что у них больницы все больные получают антикоагулянты, а вот получал ли он их после выписки, у меня большой вопрос, потому что мы всем говорим, что надо еще довольно долго после выписки получать оральные антикоагулянты, но это мы такие умные, а вот другие, я думаю, что этого не делают, мы считаем, что антикоагулянты это базовый элемент терапии, который позволяет долго профилактировать, ну, в классическом варианте это называется тромбоэмболический синдром, но мы говорим именно про микроциркуляцию, причем я хочу обратить внимание, что в американских рекомендациях тоже длительная, не менее месяца профилактика тромботических всяких осложнений антикоагулянты, после выписки стационара, то есть для них это нормально, а мы нет, у нас это все как-то, вот, еще на что я хочу обратить внимание, у нас сейчас стали появляться постковидные больные, я, кстати, не исключаю, что кто-то из родственников слушает, с какими-то очень неясными тяжелыми поражениями легких, которые кто-то называет фиброзом, потом говорит, нет, фиброза здесь нет, это интерсоциальная пневмония, а уже прошло много времени после, достаточно много времени после того, как был ковид, и не у всех тяжелый ковид был в процессе ковида, собственно говоря, вот, и по-видимому, наверное, сейчас вот, мы пока в раздумьях, это применение гормонов и плазмофереза, причем больших достаточно доз гормонов, то есть мы даем там 30-60 миллиграмм в сутки однократно, вот, то есть это какие-то воскулиты, вот на предыдущем обществе неделю назад из клиники четвертого управления бывшего тоже был доклад о больной с каким-то очень странным миокардитом, который за три дня вылечился тоже на относительно небольших дозах, они это назвали пульсотерапией, но там 100 миллиграмм преднизолона, это, конечно, не пульсотерапия, вот, но очень быстрый был эффект, хотя женщина практически погибала от сердечной недостаточности, и миокардит-то такой, не миокардит, эффект преднизолона быстрый, ну, правда, антикоагулянты тоже у них были, то есть вот какие-то такие воскулиты с поражением органов сейчас появляются, их мало, но их нужно собирать, наблюдать, поэтому, если у кого-то такие наблюдения есть, давайте, можно их, нужно, наверное, публиковать, потому что, ну, как-то надо разбираться в этой патологии, вот, я напомню, что мы развиваем дистанционное ответственность самолечения, у нас работает медицинское бюро, при нашем обществе терапевтическом мы его создали чуть меньше двух лет назад, мы, конечно, создавали, в основном была идея лечения постковидного синдрома, но основной контингент у нас больные с острым ковидом, которым мы даем консультации, информационно их сопровождаем на протяжении не менее чем двух недель, позже мы присоединили консультации различных специалистов, гематолога, педиатра, гастроэнтеролога, диетолога, эндокринолога, уролога, гинеколога, причем последние двое оказались с онкологическим уклоном, и больные онкологически обращаются, ревматолог, кардиологи, терапевт, пульмонолог, дерматолог, на сегодняшний день через нас прошло порядка 6500 человек. В основе дистанционной диагностики у нас лежит симптом-чекер медикейс, который вообще-то бесплатно находится на сайте, можно им всегда воспользоваться, и на сегодняшний день мы примерно 45 тысяч человек знаем, что прошли через этот симптом-чекер, и там они получают и предварительную диагностическую гипотезу, и рекомендации по лечению. И сейчас мы проводим активные работы с нашим Тверским и Витебским Центрами Реабилитации Постковидных Синдромов, больных с Постковидным Синдромом, мы, как можем, неоднократно рассказывали, заключили с ними договора, и пытаемся наладить какую-то единую, так сказать, технологию по ведению этих пациентов. Это не так просто, как кажется, но, тем не менее, постепенно мы к этому движемся. И вот буквально в конце апреля два события произошло, которые нам кажутся очень важны для развития вот этих дистанционных технологий. Дело в том, что самая большая проблема дистанционных технологий то, что они не оплачиваются государством, то есть они не входят в систему ОМС. Ну, где-то в каких-то регионах я видел, что входят, но, может быть, это было как-то разово сейчас вышло. В общем, это проблема. Проблема общая. Мы все время обсуждаем со всеми такими разработчиками этого. И вот Михаил Мишустин официально сделал поручение Минздрава, Минцифры, Федерального фонда ОМС до конца мая проработать вопрос включения оплат по системе ОМС телемедицинских консультаций и расширения применения телемедицинской технологии здравоохранения. Мы буквально бьемся с Минздравом, прямо вот лбом, что называется, бьемся с Минздравом, чтобы уменьшить ограничительные всякие влияния со стороны законодательства. Пока у нас ничего не получается, но будем, наверное, что-нибудь сдвинуться, потому что, насколько я знаю, Мишустин, он такой цифровой человек, очень, так сказать, к этому благоволит. И дальше вторая тема, которая тоже прошла, это реабилитация. Да, обратите внимание, там прямо про реабилитацию в дневном стационаре. Проблема в реабилитации в том, что у нас еще в стационаре как-то что-то можно сделать, а когда человек выписывается из стационара, то реабилитация фактически для него становится недоступной. Где-то в регионах есть центры реабилитации, но вы представляете, центр в областном городе, куда кто-то из районного центра должен приехать, это нереально, тем более, что это люди, как правило, с ограничением движения в пространстве, то есть это, в общем, целая проблема. И мы сейчас как раз вот тоже обсуждаем в Тверском центре создание системы дистанционного контроля за реабилитацией третьего этапа, то есть за фактически реабилитацией, которую можно проводить на дому под наблюдением специалистов из Тверского регионального центра. Ну, вот так мы примерно написали, прикинули модель, это буквально вот мы вчера тоже обсуждали, вчера там, на прошлой неделе, то есть это все входу, что называется, это просто в обсуждении, поэтому не придирайтесь строго. идея какая, что перед выпиской производится оценка статуса, разрабатывается некая индивидуальная программа для третьего этапа, дальше дистанционная система позволяет проводить контроль параметров жизнедеятельности на фоне этих реабилитационных мероприятий, и здесь вы видите ЧССЭ, АДС, ПО-2. Ну, возвращаясь к нашему герою, да, если бы он прогуливался или ходил там под контролем вот этой дистанционной системы, то может быть все было бы гораздо проще, было бы видно, как просаживается у него сатурация при физической нагрузке, и он бы не заваливался в туалете там или в ванной. Дальше, контроль состояния реабилитированного в процессе реабилитации тоже очень важно, потому что мы должны следить и за скорами, и за давлением, и за частотой сердечных сокращений, и за ритмом желательно, это все можно сегодня сделать дистанционно, контролировать, какие лекарства применяются, использовать систему справочников, дальше искусственный интеллект включается, который оценивает этот статус, позволяет взаимодействовать дистанционно с врачом, и реабилитационные программы могут подвергаться актуализации. Вот такой проект мы сейчас обсуждаем, ну, можно назвать его стартапом, хотя частично какие-то отдельные элементы у нас уже есть, и мы с ними работаем в системе ДиКейс, они присутствуют. Ну, и, к сожалению, мы с вами сейчас в ситуации, ну, скажем так, не очень хорошей, потому что, не одним ковидом болеет человек, и то, что происходит сейчас на Украине, оно не может не беспокоить. Ну, я здесь представил несколько фотографий, связанных с Мариуполем, с тем, как люди находятся в подвалах, ну, и несколько фотографий вот беженцев из Мариуполя, которых сейчас распределяют в России во всякие палаточные лагеря где-то, где-то это стационарные учреждения, но практически во всех регионах России сегодня появились беженцы с Донбасса. И это обуславливает нашу тревогу, потому что это не просто все так. Ну, я напомню, что самым большим достижением медицины за 20 век это не изобретение антибиотиков, как все думают, почему-то все в этом уверены, а это обеспечение людей чистой водой. То есть это система очистки источных воду и вторично обеззараженной питьевой воды. Это самое главное достижение, потому что основная смертность была всегда связана с кишечными инфекциями. И наше Московское городское научное общество терапевтов в начале 20 века уделяло много времени обсуждению вопросов канализации в Москве. Это еще раз повторяю, вполне научная и важная тема, которую мы врачи должны тоже все время обсуждать. Ну, холера, я могу несколько, так сказать, всяких выражений, да, что слышно о холере в Одессе, как вы знаете, такое есть, да, давайте поговорим о чем-нибудь хорошем, а что слышно о холере в Одессе, это прям классика жанра. Здесь представлены карты холеры, ну, число заболевших, и, к сожалению, там, если присмотреться, то в районе Черного моря это тоже, в общем-то, довольно повышенный фон. Здесь холерные кровати, которые имеют дырку в середине, потому что из больного выливается огромное количество каловых масс, и никое судно помочь ему не может, здесь просто, видите, это вот складные носилки, которые устанавливаются на подставке, и вниз ставится ведро. Так, почему-то у меня тут как-то что-то не то. Ну, ладно. Тут была фотография на Гаити количество больших, вот, и был слайд о том, что пандемия холера, она началась в 1961 году, и с тех пор она никуда не делась, она так и продолжается, то есть это, по-моему, седьмая пандемия холеры, вот, и мы от нее никуда не делись. И вот этот старый рисунок о том, что холера связана с водой, это и правда, и неправда, это фекально-оральный путь передачи, но всегда ли он связан только с водой, это на самом деле большой вопрос. Значит, вот в эту пандемию с 61-го года на территории СССР было много вспышек в различные годы, какие-то вспышки я помню, та же Астрахань, та же Одесса, вот, Каракалпакия, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Новосибирск, Аджария, и обращаю ваше внимание, что Мариуполь и Донецк это 2011 год, то есть это совсем недавно. И вот в Донецке я где-то прочитал, что там обсуждалась связь не с водой, с холерой, а почему-то с бычками. Не знаю, я не очень глубоко в это проник, я потом не смог найти эту работу дальше, вот, но такой вот, что, в общем-то, какие-то связи с фекалиями животных тоже могут быть. Вот, ну, это приятный слайд, говорящий о том, что наше море, оно чистое море, и оно прекрасно, и мы с удовольствием в нем всегда купаемся. Ну, вот здесь картинка тех фекальных выбросов Черного моря, которые существуют, это картина для Крыма, я не смог найти, не поверите, карту российскую, подобную, где было бы нарисовано, в каких местах идут выбросы фекалиев в море, но вот нижняя фотография, вот здесь ее видно, это Сочи, и вы видите, это фекальные массы, которые, так сказать, прямо к пляжу подходят. То есть, в общем-то, в общем, в море все это плавает, поэтому заразиться в море в принципе вполне даже возможно, и не надо думать, что море это чистое место. Не надо думать также, что море чистое в других местах. Вот здесь, обратите внимание, это Турция, вот тоже плавает что-то такое неприятное. Ну, опять же, можно меня обвинить в том, что это не точно, что это какашки плавают. Может быть, это и не так, но в Турции точно в море что-то плавает. Вот, и сейчас вот Египет начал строить очистные сооружения морские для того, чтобы сбрасывать в море очищенную воду. Ну, до сих пор сбрасывали тоже неочищенную. Поэтому это повсеместное явление. Еще раз говорю, не надо думать, что это только нас касается. Значит, особенности клинической картины холеры в том, что, во-первых, тяжелые проявления только у 20% больных. В остальных случаях можно не отличить от других кишечных инфекций. И это принципиальный вопрос, потому что диагноз можно и не поставить. И для холеры вполне возможно отдельные вспышки. Не обязательно. Это сразу заболевает тысячи, это могут быть несколько человек. кроме того, я напомню, что холера очень чувствительный, вибрион холерный, очень чувствительный к кислоте желудка. И если желудок стронг, то есть если вы постребляете мясо, пиво, все остальное, то холерный вибрион через это пробраться не может. За шутку только, не очень серьезно относитесь. Нет, но известно, что люди с высокой кислотностью желудка, они не заболевают холерой. Вот, поэтому здесь это все может быть. Поэтому мы всегда знаем про холеру только когда вовлекаются десятки или тысячи больных. Тогда мы говорим об эпидемии, тогда на это обращают внимание. Так обычно это все проходит. Вот, значит, при легких формах несколько раз понос, самоизлечение через 2-3 дня, 4 дня, вот, но носительство эбриона продолжается еще несколько дней, поэтому человек в принципе заразен. И если вы холеру там подозреваете или определили, то человека нужно изолировать обязательно, обеззараживать его каловые массы, иначе вы будете распространять холеру. Значит, тяжелый вариант это практически непрерывный понос, почему там стоит ведро под дыркой, кал имеет вид рисового отвара, ну, вначале это вроде кал, потом это просто белая вода. Характерно отсутствие повышения температуры, на это тоже обращают внимание. Обезвоживание, обессоливание сначала вызывает тошноту, слабость, а потом начинается рвота неукротимая, и это проявление не болезни, как таковой, не холеры, а это вторичное проявление гипонатриемии, гипохлоремии. Вот, ну, естественно, как всегда, как при любой тяжелой инфекции, присоединяется ДВС-синдром с полиорганной недостаточности, с гиповолимическим шоком. Летальность считается 1,4%, правда, не очень понятно, от какой цифры, скорее всего, речь идет о тех 20% больных с тяжелой холерой, вот у них летальность до 4%, потому что в остальных случаях в легких я не вижу никаких оснований, чтобы человек от чего-то погибал. Вот, ну и с лечением холеры, на самом деле, все очень просто, все очень, так сказать, спокойно. Теотропная терапия это антибиотики широкого спектра действия, в первую очередь тетрациклинного ряда, но все в один голос инфекционисты утверждают, что антибиотики вообще не всегда нужны, и вообще это не самая важная часть терапии, и даже в ВОЗовских рекомендациях написано, что холеру совсем не всегда надо лечить антибиотиками. Насколько я помню, какие-то были работы по лактулозе, лактулоза закисляет содержимое кишечника, а вибрион любит щелочное содержимое, и лактулоза тоже может работать как противохолерное средство. И, наконец, я помню доклады академика Сергея Пака о том, что могут помогать нестероидные противовоспалительные препараты, что они уменьшают объем выделяемой жидкости. Ну, я на этом совершенно не настаиваю, я просто говорю, что, в принципе, есть какие-то еще дополнительные вещи, которые можно использовать. Это, скорее, будет патогенетическая терапия, а не этиотропная. Ну, и главная терапия, которая отрабатывается, это регидратация, это введение жидкости. Значит, если больной обезвожен, то не надо ни о чем думать, ему просто нужно влить 10 литров жидкости солевой сразу за 2 часа. Для этого нужно установить ему катетера, не задумываясь, еще раз повторяю, ни о чем. Вот, если вы перельете, он, ну, пописает побольше. А дальше, после того, как вы его первично вот так вот регидратировали, ему вводится уже под контролем объема потерь, КЩС нужно смотреть, натрий калий, можно там играть в какие-то вещи. Значит, первые вот литры, это просто поваренная соль, просто любой физиологический раствор, как хотите. Значит, в рот лейте в рот, под кожу, ради бога, можно лить растворы под кожу, если вы не попали в вену, у больного с дегидратацией в вену не всегда попадаешь. Но важно объем, объем и объем. Это принципиальный вопрос. Ну, уже дальше, если там развивается ДВС, понятно, это антикоагулянты, это все по общепринятой схеме, здесь все как при ковиде, никаких других подходов не существует. Но это, конечно, только у тяжелых пациентов. Следующая угрожающая тема, которая нас сегодня не может не волновать, это сапной ТИФ. Значит, цепной ТИФ это две, так скажем, новеллы, это завшивленность населения и, собственно, ТИФ, который передается этими самыми вшами. Здесь на рисунке представлена вша. Я надеюсь, что многие из вас читали кондуиты швамбранья и помнят это знаменитое выражение вша точкой вша. Ну, и иногда у детей, иногда, у всех детей рано или поздно вы находите гниды в волосах. Гниды это уже мертвые яйца, из которых уже вылупилась вша, она уже ушла. Практически, ну, в России во всяком случае, стопроцентная завшивленность детей. это волосяные вши, это не те, которые, ну, или те, которые не очень переносят тиф. А тифозные вши, они находятся на одежде, особенно в швах, нужно искать и вши, собственно, гниды и вшей, там их можно хорошо обнаружить. Значит, еще раз повторюсь, нет ни одной группы социальной сегодня которая бы была гарантирована от того, что дети не завшивят. Дети в основном приносят вши в возрасте от 5 до 11 лет. Это сегодня абсолютно установлено. Передача вшей идет на уроках, при близком контакте, в раздевалках, где угодно, в полотенцами. Они часто пользуются одними и теми же расческами, дети. то есть это неизбежность. Но здесь вот я попытался цветом отразить, что основной переносчик это все-таки плотиная или бельевая ее иногда называют вша. Головные вши, они реже гораздо переносят тиф. Ну, лобковые, ну, теоретически может быть где-то как-то, но это такая все-таки экзотика, да, лобковые вши переносятся только в основном при половых контактах или при использовании, например, полотенец, ну, в бане, например, если вы пользуетесь там с тем же ребенком, то может передаться лобковая вошь. Значит, они разные, живут в разных, немножко в разных условиях, да, плотиная, бельевая, как нетрудно догадаться, они живут в вещах, на постельном белье могут существовать, на всяких покрывалах могут, человек даже может посидеть просто на каком-то диване и получить эту самую бельевую вошь. Поэтому, еще раз повторяю, защиты на сегодняшний день практически не существует, но если у нас скученное население где-то в каком-то месте, где люди редко моются, не меняют одежду, где происходит постоянный контакт друг с другом, то там, конечно, завшивленность резко повышается, а повышение завшивленности это вероятность появления ТИФа. Надо сказать, что в каких-то вот раньше проходящих войнах количество погибающих от ТИФа превышало количество погибающих собственно от военных операций, то есть ТИФ это был бич. Ну, потом это все ушло, немножко снизилось, сейчас и вакцины есть какие-то, но тем не менее это все-таки нужно об этом помнить. Значит, главный симптом вшивости это зуд и расчесы. Вот на правой фотографии вы видите, ну, это правда уже симптомы и, собственно говоря, самого ТИФа, но видно хорошо расчесы, которые на теле. И человек втирает фактически фекалии из вшей, то есть не при укусе передается, как, например, там, боррелиоз при укусе клеща, а именно с фекалиями этих вшей втирается в тело и дальше начинается инфекция. Значит, вша животное очень нежное, она не так давно с нами живет, как все остальные паразиты. Значит, она погибает при температуре плюс 40 градусов. Что такое 40 градусов? Это, в общем, грубо говоря, горячая вода. 37 это наша с вами температура, как бы, для нас просто нулевая, да, 3 градуса плюсом уже вша дохнет. Поэтому мытье в горячей воде это один из способов уменьшения завшивленности человека. Вша практически мгновенно дохнет на морозе. Даже на слабом морозе она не переносит низких температур, поэтому живет она только в домах. Вот. Она очень любит, чтобы ее кормили. Она должна постоянно питаться кровью человека. У нее нет источника другого, кроме человека. И если два дня она не попьет крови, то она дохнет тоже. Тоже такая, в общем, очень нежненькая. Ну, и весь ее цикл от того момента, как она вылупилась до ее смерти, это 10 дней. На это нужно обращать внимание, потому что в принципе самый простой способ, такой, ну, совсем ничего нет, просто все вещи собрали на 10 дней в пластиковый пакет, и через 10 дней там уже ничего не будет. Ну, гнида останется, но заразиться от этого нельзя. То есть, вообще-то говоря, все вроде бы довольно просто. Значит, что нужно, если вы выявили в домашних условиях или у кого-то? Первое же, нужно сообщить контакты, да, значит, нужно всех просмотреть, у всех посмотреть наличие гнид, помыть, естественно, голову, если это волосяные вши. Вот. Дальше температурное воздействие оказалось, что самый простейший фен, которым можно прогреть после мытья голову, он убивает вшей. Значит, тоже довольно простой способ, но только единственное, что надо прогреть хорошо, да, потому что, чтобы это было горячо. Ну, вещи можно выкинуть на мороз, тоже помогает. Я специально на это обращаю внимание, потому что начинается прожарка, там, вот давайте там, вот эту стерилизацию, вот все на бытовом уровне можно решить гораздо проще. Значит, вычесывать гниды из головы, ну, они уже подохшие обычно, и как бы можно их вычесывать, но это скорее косметическое мероприятие, чем лечебно-профилактическое. Значит, нужно поменять всю одежду и постели на свежеобеззараженные. Да, для того, чтобы обеззаразить постель, ее нужно постирать при температуре выше 56 градусов, обычная тема для стиральной машины, ничего особенного. Вот, но нужно и одежду, и постельное белье, с которыми был контакт. То, что лежит на полке, оно, пускай, там и лежит, это никак не может быть переносчиком зараза, но если вот был контакт с человеком, то это все должно быть простиранно. Проглаживание выстиранного белья. Раньше, вот я говорю, что прожарка, проглаживание, это было прямо обязательно-обязательно, сейчас, ну, мне кажется, что это может быть и не очень важно. Вот, использование наружных мазей и спреев, согласно инструкции. Значит, их сейчас безумное количество, их очень много, но по-прежнему продолжают мазать голову керосином. Керосин вообще очень хорошее средство, я к нему очень хорошо отношусь, особенно если его еще и поджечь. Но, не, ну я, если так серьезно, конечно, это антисептик прекрасный, можно наружно им применять, только помните, что от него ожоги бывают, а так вообще-то без всякого поджигания. Вот, а так вообще керосин хорошее средство. Вот, ну не надо, сейчас уже как-то это не нужно. Есть, еще раз повторю, есть средство, которое, кстати говоря, в тюрьмах используется. Вот, и тут вдруг всплывает инвермектин. Это знаменитый препарат, который пытаются втюхивать в качестве средства лечения ковида. Никаких доказательств нет, огромное количество статей по нему, но они все без доказаний, к сожалению. Ну вот, в шах он как раз помогает, он входит действительно в перечень основных препаратов ВОЗа, потому что это средство для лечения вшивости. Но у нас его, по-моему, вообще нет, поэтому для нас это не очень актуально. Вот, значит, дальше вот эти вши, плотины или бельевые, они, собственно говоря, и распространяют сопной тиф. Передается он только от человека к человеку. есть какие-то варианты тифа, которые от животных передаются тоже через шеи, но это не Европа, это Соединенные Штаты, и это там какие-то единичные случаи, и в общем, как бы они сейчас, ну, не обсуждаются как проблема какая-то. Вот, значит, на тиф мы обращаем внимание только, когда идет вспышка. спорадических случаев тифа практически нет. Нет их по одной простой причине. Вы диагноз не поставите. Вот просто так вам придет больной с тифом, вы диагноз не поставите. Вот, поэтому, когда у вас появляется несколько больных, вот тут вы уже, так сказать, задумаетесь на эту тему, и с диагнозом будет все в порядке. Значит, инкубационный период одна-две недели, очень долго, и человек заразен, не менее двух-трех недель, то есть почти под месяц это все происходит. Поэтому и распространяется так хорошо, да, потому что вша укусила, получила своего возбудителя и переползла дальше, и дальше она, так сказать, продолжает за 10 дней заражать большое количество людей. Болезнь начинается с высокой лихорадки до 40 градусов, слабости и головной боли. Ну, естественно, сразу у нас теперь настороженность на коронавирус. Дальше идет поражение нервной системы, энцефаломиелит, и опять же у нас аналогия с ковидом, потому что мы видим именно при ковиде на первое место выходит энцефаломиелит, и, по-видимому, это вторичный энцефаломиелит. Кстати говоря, рикетция, она обладает тропностью к эндотелию, как и ковид, да, она поражает эндотелию сосудов, и, собственно, ее вся клиника-то, она не столько такого инфекционного характера, это не гнойники, а именно эндотельное поражение, которое, ну, малоприятно и приводит к ДВС-синдрому. Появляется высыпание на коже, сначала розовые пятнышки, потом до макул, и, соответственно, все признаки ДВС-синдрома от геморрагии и тромбозов, тромбоэмболических синдромов, полиорганной недостаточности, шок в тяжелых случаях. Значит, диагноз ставится с учетом эпидемиологической ситуации, так же, как и при ковиде. Мы говорим, да, эпидемиологическая ситуация, так вот сейчас это ковид, значит, все больны с ковидом, а завтра это больные будут с гриппом, они все похожи, более-менее гриппоподобные синдромы. Мы будем говорить, это вот, скорее всего, грипп, потому что нам определили, что сейчас грипп идет. Но это нормально для здравоохранения, для медицины тактика, потому что даже вот в небольничной пневмонии мы можем в начале эпидсезона вычислить, какой возбудитель преимущественно идет, да, это мекоплазма или, например, пневмокок, и в зависимости от этого мы можем сразу начинать лечение этой инфекции при поступлении в стационар или амбулаторно с антибиотикой, который наиболее хорошо работает по данной патологии. Это такой паспорт, называется микробный паспорт региона или микробный паспорт медицинской организации. Это очень хорошая современная технология, которой, к сожалению, как обычно, ну, никто не пользуется. Вот. И вот общество наше терапевтическое многие годы, уже десятилетиями, каждый эпидсезон начинает с того, а что в этом году у нас в возбудителях. И мы всегда просим выступить кого-нибудь, там, в комнате, Зайцева, Андрея Алексеевича, главный пульмонолог, Армель, еще кого-то позвать из инфекциониста, чтобы они нам рассказали, а что в этом году в спектре вот возбудителей будет преобладать. С тем, чтобы быть готовым к чему-то, потому что я еще раз напомню, у нас были года, когда основная инфекция, которая гуляла по амбулаторным больным, это была мекоплазма, и она требовала антибиотикотерапии. Упорной, многодневной, двухнедельной антибиотикотерапии, а совсем не вирусная инфекция. Ну, такова наша с вами жизнь. И еще, летальность при супном ТИФе 60% без лечения. Да, ну и понятно, потому что это все превращается в ДВС-синдром, а ДВС-синдром это вообще довольно тяжелая ситуация, и она требует хорошего лечения. Ну, здесь вот характерные высыпания, их может быть очень немного, их, естественно, нетрудно пропустить, не увидеть, вот, и лечение. Лечение, да, вроде бы, ничего особенного. это троциклины на первом месте доксициклин, леомицетин прекрасно работает, короткими курсами 4-5 дней. Ну, если тяжелый больной, то можно парантерально, вену дать ему антибиотика. Ну, в общем, антибиотик быстро убирает эту самую рикетцию. Второе, это прямые антикоагулянты, прямо написано в любом руководстве, открываем. Мы, когда начинали вот антикоагулянты, мы тогда иссылались на вот эти все руководства, где написано, что при каждой тяжелой инфекции антикоагулянты нужно применять, потому что везде есть ДВС-синдром. Вот. Значит, ДВС-синдром это мало антикоагулянтов, нужна свежезамороженная плазма в тяжелом случае, плазма ФРС. Это обязательно три компонента при лечении тяжелого ДВС-синдрома. Но антикоагулянты просто всем обязательно, без обсуждения. Вот. Ну и любопытно, это я беру, это же не мои данные, я-то, в общем, не инфекционист. Летальность на антибиотиках снизилась с 60 до 1-2%, а с применением антикоагулянтов верлась к нулю. Вот вам результат. Значит, если мы вирус не можем взять противовирусной терапии, то антикоагулянты все равно сводят очень существенно, в 10 раз уменьшает летальность просто потому что. Ну и надо помнить, что ТИФ может рецидивировать и спустя многие годы так называемый возвратный ТИФ, вот, он есть, от него никуда не денется, потому что рикетция, она такая внутриклеточный паразит, который может находиться долгие годы в макрофагах или в лимфоцитах, скорее всего. Вот. И оттуда потом выходит и, соответственно, дает клиническую картину. Естественно, я это рассказываю не потому, что сейчас все это началось, вот меня тут уже спрашивают, какие данные по Украине, но пока нет никаких данных, насколько я себя понимаю, хотя, может быть, я просто не все знаю. Я знаю, что Попова, наш гений ковидный, мы все ей благодарны, она призвала к особой настороженности по поводу холеры. Уже выступал, я знаю, Покровский Вадим, сын, соответственно, нашего крупнейшего инфекциониста, который и разрабатывал технологию лечения холеры в 60-х годах, 60-х, 70-х. вот, то есть, на холеру есть какие-то опасения, что она все-таки будет. Но будем надеяться, что это будут маленькие локальные вспышки, не тяжелые, но, конечно, все равно некоторая тревога по этому поводу есть, собственно, из-за этой тревоги я сегодня этот доклад и делаю. Ну, надеюсь, что у нас эта чаша минует, и мы будем заниматься постковидным синдромом, мы будем бороться с постлаймовым синдромом. Я тут открыл Википедию, мне аж нехорошо стало. Там просто вообще уничижительно отзываются о всех тех, кто говорит о постлаймовом синдроме. Нет, это все люди без образования, это все выдумки, но люди болеют, но этого нет. Это мы уже знаем, много проходили таких вещей. Поэтому я думаю, что эта тема должна как-то появиться в медицинской практике. Ну, мы просто пока до этих людей не достучались, но надо достучаться. Так же, как синдром хронической усталости. Все они похожи друг на друга, как близнецы, как две капли воды. Они совершенно одинаковые, поэтому я думаю, что они все имеют общий патогенез, это по нашим данным, которые мы уже сейчас имеем, это воскулиты с поражением нервной системы, центральной, периферической, там, полной нейропатии, кишечной, энтеральной системы, кардиоваскулярной системы, там много нервных систем существует в организме. Вот, и, в общем-то, мы готовы с этим больными уже начинать работать. вот, и мы здесь, конечно, говорим о тромбоваскулите, о том, что мы будем применять антикоагулянты, пытаться, во всяком случае, может быть, плазм ФРС, может быть, стероиды, ну, надо этим заниматься. Вот мне пишут, боррелиоза хватает слегкой, да везде хватает боррелиоза слегкой, да, но мы говорим про пост-лаймовый синдром, это все-таки не все, кто перенес боррелиоз, им болеет, хотя мы знаем, что там целая проблема, вы знаете, ну, это отдельный доклад, я сейчас не буду его делать, но, например, в какой-то момент заговорили о том, что все ювенильные ревматоидные артриты, это американцы, которые, собственно, боррелиозы открыли болезнь Лайма, что все ювенильные ревматоидные артриты, это суть пост-лаймовый синдром. Ну, вот так. Насколько это, так сказать, точно, все требует, естественно, доработки, но то, что это тяжелые патологии, это совершенно совершенно точно. Метиленовый синь, вы можете красить джинсы, это не препарат для лечения. Ничего он не лечит. Вот, ну, и несколько слов в саморекламе меня попросили, сейчас мы нашли у нас залежи книжек, образовались нереализованных. Это мои книжки «Лихорадка без диагноза», это актуальный гемостаз и кардиология. Я очень горжусь этими книжками, потому что это очень такие серьезные работы. В актуальном гемостазе половина того, что я делаю, рассказываю, уже изложена, хотя на 2004 года. То же самое касается лихорадки без диагноза, это лихорадки неясного генеза, как многие их называют. Вот, такой очень сложный всегда бывает синдром. И, кстати говоря, не всегда можно поставить, вот у нас недавно была больная девочка, так она остается, мы уже год с ней бьемся, ничего мы не смогли поставить диагноз. Ну, и кардиология это любимая тема моего отца, который описал климатерическую кардиопатию. Это книжка, четвертое издание, уже с моим участием, два последних издания было с моим участием. Для любого клинициста она просто должна быть настольной книгой, как разобраться в том, от чего болит сердце. Ну, и, наконец, чтобы не заканчивать на грустной ноте, сегодняшние сообщения, она же теперь не вся, пресса работает настолько ограниченная, доступ. Вот, есть такая Ураль Ньюс. 13 мая в адрес хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области через грузовой комплекс аэропорта Кольцова прибыла партия насекомых клещей энтомофагов и шмелей. Уже почти смешно. Насекомые используются для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожаи. Энтомофаги это хищные насекомые, которые борются с вредителями, а шмели используются для опыления плодово-ягодных культур. Как вы думаете, сколько шмелей они завезли? Аж 30 семей будут опылять Свердловскую область. Ну, с одной стороны, конечно, это все вызывает некоторое, похихихивание. С другой стороны, вы видите, что параллельно нашей с вами работы какие-то вот клещи появляются новые, про которых мы на самом деле ничего не знаем. Шмели, завтра выяснится, что они тоже геномодифицированные, в них что-нибудь там всажено, и при укусе мы будем получать что-нибудь, о чем мы не догадываемся. Поэтому очень-очень все напряженно сейчас в мире. И вот 25 числа через неделю будет выступать Малеев, который как раз занимался холерой, как раз создавал вот эти растворы для переливания солевые поли-ионные, где и натрия, и калия, и кальция. Вот. И он будет рассказывать обо всем этом, о том, как человечество само себя загоняет во всякие эти вот инфекции новые-новые. Вот. Ну, я думаю, что мы, конечно, будем разбираться, но главный вот сегодняшний, может быть, такой главный тренд, про который я хотел сказать, что все инфекции одинаковые. Не важно, какой возбудитель, они все ведут себя одинаково. Аутоиммунные процессы, полиноэропатия типа Гиен-Борре, ДВС-синдром воскулиты с поражением нервной системы. Они везде одинаковые, полиорганные недостаточности. А это значит, что везде есть место для вот этой вот универсальной антикоагулянтно- трехкомпонентной терапии. И нужно просто каждый раз находить это место. И как только мы его находим, мы сразу снижаем летальность. Ну, мы же вот уже опубликовали статья, я не знаю, вышла она в печати или нет, но она уже давно в печати. У нас летальность осенью среди вот самых тяжелых, среди самой тяжелой ситуации, когда у нас 20% больных были на вспомогательном кислороде, на высоких дозах гормонов и так далее, летальность 0,3%. 0,3% вообще ни о чем. Причем эти 0,3% это случайные больные, которые фактически не получали нашей терапии. То есть они умирали потому, что им не делали антикоагулянты или еще что-то такое. А у нас в общем потерь-то нет. Ну, ну не слышат, нас не хотят до сих пор слышать. Говорят, что в очередных рекомендациях Минздрава опять написано, что не надо всем давать антикоагулянты, а только избранным. Ну, что мы можем с этим поделать. Так, вопросы. Давайте сейчас посмотрим, что. Я видел вопросы, поэтому я на что-то пытался ответить. Так. Так. Лангидазу при ковид-ассоциированном интерсоциальном поражении легких. Ну, там это не интерсоциальное поражение легких, это воскулит, поэтому я не знаю, что там ангидазы делать. Антикоагулянты, плазма ФРС, плазму. У нас хорошие результаты. Нам иногда удается пробиться через сопротивление врачей и переливать плазму или сделать плазму ФРС. Удивительные результаты, просто удивительные. Ну, мы здесь их рассказывали, помните, выступал Амир Талибов из Бишкека, он рассказывал своему опыту лечения на дому плазмы свежезамороженной, насколько это быстро дает результаты. Но, к сожалению, вот сейчас лежит больной у нас тяжелый, с постковидной, я уже говорил об этом, пневмонии, в кавычках пневмонии, да, у него кислород на вспомогательном, значит, свыше 90, как только отключает, оно у него падает. Я не понимаю, что это такое. Вот, но это не Велла, просто поддув кислорода. Но ему не хотят делать плазму, но не хотят, вот что можно, что можно. Так, постковид, депрессия, суицидальная наклонность, в чем купируете такую депрессию? Значит, у нас таких полно больных, если вы посмотрите образ болезни в наших рекомендациях, там это прямо выделено, что, я сейчас цифры могу наврать, но порядка 10 или 15% больных имеют именно суицидальные, так сказать, какие-то мысли. А? Ну вот, Андрей говорит, что при ковиде до 20%, ну я наизусть цифры не помню, цифры большие очень. Вот, и депрессия, значит, мы всех лечим антикоагулянтами, потому что мы всем говорим, это воскулит головного мозга, это тромбо-воскулит, это тромбозы, микроциркуляция мозгов, и надо их лечить. Ну а параллельно мы даем, ну мы обычно пользуемся третико, такой есть препарат легкий, и иногда грандоксин даем, но никогда не заглублялись дальше, никогда. У нас все больные как-то выходят из этого состояния, вот на нашей этой терапии. Ну при тяжелом ковиде, я напомню, мы обязательно даем гормоны, еще только, 30 миллиграмм несколько дней, один раз в сутки пероз, если не помогает, ну мы контролируем по температуре, если не помогает, то даем 60 миллиграмм пероз, раз в сутки, 3-5 дней отменяем сразу, это все, все ликвидирует. А депрессии, ну через одного, просто через одного. Депрессии, тревога, атаки какие-то панические, через одного, все уходит. Значит, высевалось у 4-х пациентов. Вы знаете, я хочу вам сказать, что все, что высевается, это совсем не то, что находится у больного. Вы знаете, что для того, чтобы сделать посев, нужно туда засунуть трубочку, бронхоскоп, помыть, сделать лаваш, только тогда посеять, и то это не будет соответствовать тому, той флоре, которая у больного есть. Поэтому вот этот рассказ сегодня, который был про клапсиелу, которая ко всему резистентна, это никакого отношения к больному не имеет. Вот, это история про сепсис, это история про пневмонию, посева, ну это самое последнее, что интересно. Еще бы, если бы они антитела смотрели, какие-нибудь антигены, возбудители, это еще, может быть, как-то проходило бы. на Западе это делают, у нас нет, у нас практически этого не делают, поэтому я к посевам отношусь с очень большим скепсисом. может ли возникать гиен бары через два месяца? Ну, теоретически может, надо смотреть, он отсрочен от острого заболевания, у него нет такой строгой закономерности, вот, а от легкости проистекания инфекции совершенно не зависит. Бактериальный лизат мы никогда не используем, я не очень уверен в том, что он работает, ну, можно пробовать, но я не вижу. Как вы объясняете, о боже мой, Михаил, как вы объясняете сопротивление бездрава в ведении оплаты медицинской консультации? Так это вы мне должны объяснить, вы ближе к телу, чем я, наверное. Нет, на самом деле, все же понятно, мы отбираем, мы отбираем у врачей львиную долю больных с помощью телемедицинской консультации, никто не будет ходить на прием, кланяться, снимая шапку, говорит, доктор, расскажите мне, пожалуйста, это все исчезнет. И исчезнет очень быстро. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что Минздрав не готовил это все регулировать. Это же абсолютно очевидная вещь, потому что он не понимает, как регулировать. Мы вчера общаемся, нам больная, вот я хочу, чтобы меня, я пришла к врачу, чтобы он меня послушал, посмотрел. Я задаю вопрос, а вас часто слушают, когда вы приходите к врачу? Так она как-то, ну, я к врачу не часто хожу. Я говорю, знаете, еще в 80-е годы была работа такая по сексологии, там обследовались больной, которые заходили к урологу-сексологу. Им задавался один вопрос, неприличный. А с вас штаны снимали? И оказалось, что 80% урологов-сексологов не снимали с больного штаны. Мы о чем вообще говорим? Ну, это не делается уже все, да, глубокая пальпация по образцову строжеска, все это немножко уже умерло. Потому что, если вам нужно с легкими, то сегодня проще КТ сделать. Оно может и не очень хорошо, там, с облучением, но все-таки. А на самом деле вам вообще ничего не нужно делать. Вам достаточно услышать, как больной кашляет, и вы даже знаете, что есть искусственный интеллект, который по кашлям определяет, чем человек болеет. И дать антибиотики, если вы понимаете, что это возбудитель пневмонии какой-то, да, или же провести, как мы проводим симптом-чекер, опрос, и увидеть, что это вирусное заболевание, тогда это, грубо говоря, к антикоагулянту. Но врачи будут сопротивляться, ничего мы не сделаем. Либо это силовое решение будет, либо вот Мишустин, я сейчас конкретно пальцем укажу, либо Мишустин, либо мы опять будем долго-долго с этим совсем бороться, потому что вы видите, что в правовой песочнице не получается пробить эту ситуацию. И уже даже пошли статьи о том, как Минздрав сопротивляется. Недавно, по-моему, в АИФе статья вышла об этом. Ну, пока, пока не. Но с другой стороны, мы сколько лет потратили на то, чтобы вышел вообще закон о теле-медицине, хотя бы в законе она появилась. Я думаю, что мы пробьемся. Просто надо это делать регулярно, настойчиво и постоянно. Так, данные по холерии в Украине я уже сказал. Борелиоз везде есть. С метиленовым синим я категорически против таких способов. Почему не назначаете октовые кислоты? Это просто потому что они неэффективны, поэтому их и не назначают. Так, астенический синдром, так мы его лечим. Зачем нам разрабатывать лекарственные средства? Мы прекрасно лечим. Это никакой не астенический синдром, это поражение центральной нервной системы. Все время про это говорим. Это тромбовоскулит. Он требует терапии. Все уходит. Прекрасно люди себя чувствуют. Довольно быстро уходят. В среднем, ну, у нас, мы говорим про 75% людей, у которых в течение двух недель все более-менее налаживается. Да, но при дальнейшем это практически уходит. В каком журнале статья о результатах лечения? Это клиническая еронтология. Я номер только не помню какой. Остались ли больницы, где проводят плазмофорез и вливают СЗП? Ну, остались, конечно. Просто я с ужасом обнаружил, что у нас, ну, не сейчас уже, что у нас поменялась инструкция по переливанию крови, где мы расписывали СЗП как метод лечения всего и вся. И, так сказать, но сейчас прямо резко сократили, потому что ушла та когорта людей, которые к этому имели отношение, я имею в виду, ученики Зенуи Славановича Баркагана уже не допущены к телу, ученики Андрея Ивановича Воробьева вроде меня, остались люди, которые смотрят на Запад, а там не так это часто применяется. ДВС-синдром это отечественная разработка, это вообще, я считаю, что достойно Нобелевской премии, была бы, но, к сожалению, авторы этого всего погибли, уже умерли, и, но мы должны это продолжать, потому что это высокоэффективное, абсолютно безопасное лечение. Но западные люди это знают плохо, поэтому те, кто смотрит туда все время, они сюда приносят. Вот сейчас ВОЗ ушел из России или уйдет, может быть, будет полегче. Но это я так уже ерничаю, конечно. Так, похоже, только коммерческие МО, я не очень понял, что это такое. В Лану-Де в патанатомии насторожен по повышению частоты применения антикогулянтов, ссылаясь на рост частоты геморрагических инсультов на этом фоне. Хотя по опыту ЛИКВИС прекрасен. Пусть чай они вам дадут статистику роста. Значит, инсульты не повышаются это 100%. Никаких данных об этом нет. Нигде. Наоборот, как вы знаете, ЛИКВИС это средство профилактики ишемических инсультов, которые являются основными инсультами в мире. Вот. Мы, еще раз повторяю, у нас 6, ну, 6,5 тысяч пациентов вокруг нас, да, прошло. У нас нет геморрагических осложнений, просто нету единичные какие-то там язны, геморроидальные, но иногда из носа под крови. Никаких серьезных, ни одного серьезного осложнения за все это время мы ни разу не видели. Но 6 тысяч это довольно большая выборка, это же не 50 больных или 30, на которых делают диссертации. Поэтому все эти рассказки, пускай они покажут это конкретно. Сколько конкретно в граммах вешать. Так, вопросы, вопросы плазмообмен сила. Это правда. Еще вопросы. Ну, хорошо, если пациентке, принимающей ликвиз, предстоит удалить базилиум. С ликвизом все очень просто. Любая операция, неважно какая, за сутки отменяете ликвиз, он 12 часов полужизнен, через сутки его просто не остается, проводите операцию и через там день назначаете снова, если это нужно. Никаких проблем нет, никаких антидотов не нужно, он очень короткого действия, поэтому то же самое, кстати, с менструациями. Естественно, ликвиз объем менструации может увеличиваться. Кто бы возражал, но мы просто даем перерыв на три дня, первого дня на развитие менструации, говорим, вы просто прекращаете. но если очень нужно, можно на весел дуэф перевести, хотя это неактуально, два-три дня можно перебиться без ликвиза. Ну и ликвиза и так далее. Я только вот все-таки не помню, не понял, что за вопрос МО. Что такое МО было? Плазма ФРСа, что ли? А, что это коммерческие медицинские организации проводят Плазма ФРС? Да не, ну что, мы делаем, например, в Москве мы договорились, нашли прекрасный Плазма ФРС в МГУ, там государственная клиника. Да, мы делаем за деньги, другой вопрос, но он, так сказать, это государственная клиника. Вот. Делали в первом меде, но в первом меде прикончили Плазма ФРС зачем-то. Так, осталось только хирурги, это вы имеете ввиду, что все будут лечиться дистанционно, я вам хуже того скажу. У нас хирурги дистанционные операции делают. Значит, вся подготовка предоперационная делается дистанционно, то есть больному назначаются анализы, исследования всякие. Все собирается, потом ему говорят, вот там в 9.30 вы приходите к такой-то двери, вас там встречает Леночка, или Наташенька, и она вас отводит на стол. Ложить больного на стол оперирует, сымает со стола, ну и вовремя примерно в таком же духе отправляет домой под дистанционное наблюдение. Вот. Это реальные больные, которых мы так ведем, проводим. Ну, собственно, плазма ФРС тоже хирургия крови называется. Вот. Поэтому это все сейчас очень сильно будет меняться. Ну и, кстати говоря, вот больной прооперирован, он выписывается на вторые-третьи сутки, особенно если эндоскопическая операция, да? А дальше-то что? Дальше ему не к кому идти, потому что тот хирург, которого прооперировал, к нему не вернешься, он стационарный. А амбулаторный хирург, ну, я вообще плохо понимаю, что такое хирург в амбулатории, вот, он ничего в этом не понимает. Вот мыкается больной, фактически он остается безнадзорным. И мы сейчас хотим проработать как раз вопрос о том, чтобы эти больные, ну, вот так же, как с реабилитацией, то, что я вам показывал, там, да, так же после выписки стационара они могли иметь возможность дистанционно со своим же врачом, у которого они лечились, общаться, потому что это не очень сильно нагружает, ну, я просто свой пример, что в самые там тяжелые месяца, когда было очень много больных, я смотрел до 120 человек в день. Я тратил на это, ну, час, может быть, два максимума. Это очень просто, потому что у вас же переписка идет, вы же не сидите в телефоне с ним общаетесь, это чат. Он написал, вы ему ответили, ну, еще раз написал, вы ему еще раз ответили. Это недолго занимает немного времени, и вот, и все будет хорошо. Из-за телемедицины последние врачи из регионов убегут, что потом делать? А если вдруг не будет возможности удаленно консультировать? Ну, во-первых, вы что имеете в виду под регионами, области или районы? Если районов там и так нет врачей, так что нечего там обсуждать, они все оттуда бегут, как только могут, их туда заставляют, загоняют, ну, в общем, они там разваливаются, все это. Вот. Ну, мы сейчас немножко удаляемся от темы нашего разговора, но, тем не менее, я скажу, что мое мнение, что нужно закрывать районные больницы в основном, создавать межрайонные крупные центры, где будет вся медицина представлена в таком центре, не областные, а именно межрайонные, куда будет относительно небольшое плечо доступности на автомобиле или на вертолете, что гораздо лучше и нужно вертолетную развивать медицину. А в деревнях, там, где сейчас мы строим всякие модульные ФАПы, нужно ставить терминалы как раз телемедицинские, чтобы люди могли консультироваться в этих же больницах или же, может быть, там, врачи общей практики тоже пустовым методом, но только врачи общей практики должен везти не тысячу, там, полторы, как сейчас у нас, да, а 10-15 тысяч населения. Тогда он будет работать нормально. У него должны быть парамедики, у него должны быть медсестры, и он тогда будет осуществлять в первую очередь с помощью дистанционных технологий то, что сейчас никто не делает. Ну, никто не делает, но вы съездите в любую деревню, в Подмосковье, куда хотите. Вот. Я не рассказываю про грузинскую реформу, я вам рассказываю про то, о чем я пишу много лет в России, как нужно сделать, реорганизовать систему здравоохранения. И я этим занимаюсь постоянно, поэтому я достаточно много чего продумал, проделал, прописал, мы даже делали доклады, продавали его вплоть до Путина, он доходил, и министр его читал, и много, кстати говоря, из-за того, что мы говорили, сделано, например, восстановлена была санавиация. Это вот мы после наших поездок по России в поисках справедливого здравоохранения, кстати, мы сейчас фильм у меня в ленте ВКонтакте, можете посмотреть, сейчас уже шестой, по-моему, серии выложили, всего их девять, вот после этих поездок мы увидели, что без санавиации вообще жить нельзя. Сделали, сделали санавиация, она теперь везде, слава тебе, Господи, есть, но мы-то говорили о том, что это должны быть маленькие, легенькие вертолетики, которые выпускаются Камским заводом, да, в Татарии, а нам всю медицину посадили на Ми-8, который безумного размера, который требует посадочной площадки, он тратит огромные горючие и так далее, и так далее. Все нужно уходить в маленькую технику, нужно использовать квадроциклы, снегоходы, все это есть, слушайте, все есть, отечественное же выпускается все. Ну, хорошо, вы сейчас хихикнете про Буран, но кроме Бурана выпускаются другие снегоходы. Но это все не задействовано в здравоохранении, это крайне плохо. Я могу вам рассказать, как люди там пробирались через снега часами к больному или вытаскивали больного, потому что машину туда пройти не мог. на снегоходе сел в жик-жик и доехал. Вот, поэтому это все как будут создавать алгоритмы диагностики. Слушайте, ну, с ВОЗом мы понятно, это, ну, конечно, будут создавать врачи, ну, что мы, не договорились, что ли? Если бы мы такие были бы одни, еще ладно, но ведь довольно много сейчас работает над этим специалистов, и мы друг с другом общаемся, вот, даже здесь присутствуют эти люди, кто этим занимается, и мы, если разрешат, мы готовы очень быстро все это реализовать. Господи, как же вам врачей-то жалко, а сколько нехватка врачей, вы в курсе, куда деваться? У нас 120 тысяч врачей не хватает. По самым скромным подсчетам, 40 тысяч не хватает, их просто не существует де-факто, и вы не наполните никогда. Поэтому этим врачам есть где работать всем. Если они хотят просиживать штаны в областных центрах, ну, это другое дело. Вот. Пропедевтика будет не нужна. А вы знаете, что такое пропедевтика? Друзья мои, раз уж на такие темы глубокие пошли. Пропедевтика, это называется введение в специальность. Никакого отношения к диагностике пропедевтика не имеет. Это вам вбили в голову, так же, как клятву Гиппократа. Никто никогда не давал клятву Гиппократа, но все говорят про нее, что она будет, что она, так сказать, над нами давлеет. Ничего не давлеет. У нас есть присяга врача Советского Союза, это я давал, а позже давали клятву врача России, что ли, или что-то такое. Никакого Гиппократа мы не давали никогда. Вот. Пропедевтика, ну, вы поймите, ну, вот какая пропедевтика? Что вам нужно? Вам сегодня нужно уметь общаться с интернетом, знать, где взять знания, куда посмотреть, в какой справочник. Вот, например, какими справочниками пользуетесь, когда вы пытаетесь что-то прочитать про больного? Я думаю, что вы даже не знаете, каким вы пользуетесь. Вот. Эти справочники должны быть сегодня сделаны в виде электронных систем. не просто висеть, как текст прочитать, да, он должен перебрасывать вас как в Википедии, да, там, гиперссылка, и вы уходите там куда-то. Вот. Это все, ну, не очень сложно сделать, потому что сами по себе тексты, они есть. Из них просто нужно сделать нормальную систему. И дальше врач получает доступ к этим суперзнаниям, эти знания могут обновляться постоянно. Только они должны обновляться не теми коммерчески провязанными структурами, которые у нас называются ассоциации врачебные, или как они там, ассоциация кардиологов, ассоциация неврологов, которые просто живет за счет денег индустрии и впаривает в свои рекомендации то, что индустрия им говорит. Это все подвергается анализу, называется это оценка медицинских технологий, так живет, например, значит, структура в Великобритании, которая называется NICE, да, это специальное бюро, которое отделено от здравоохранения, которое оценивает все технологии, которые финансируются государством. Совершенно так же живет в Израиле такая же структура, тоже все технологии, которые подлежат финансированию государства, и все проходят оценку, она публичная. Она судебная, там можно судиться. В ней участвуют и производители, и больные, и специалисты, и кто угодно. Ну, это работает. Кстати говоря, вот я помню, такая история была, когда NICE отказалась финансировать препараты для лечения рассеянного склероза. Судились, ничего не высудили. Не высудили. А мы лечим. Как заменить коллапрактологический осмотр телемедицинской консультации? Слушайте, ну, это довольно просто. Делайте насадку на iPhone, вставляете эту насадку куда надо и делайте осмотр, если вам очень это нужно. Если не очень нужно, ну, тогда можно отослать больного к специалисту. Но это не осмотр пациента первичный врачом, который в этом ничего не понимает. Это же не исследование врачом первичного звена. Поэтому зачем такие глупости задавать? Ну, если уж на самом деле говорить, то сегодня есть и таблетки, которые можно проглотить, посмотреть состояние желудочно-кишечного тракта. Если мы говорим про ротовую полость, то есть специальный прибор, который с айфоном опять же сопряжен, я тоже увидел, когда вы просто рассматриваете полость рта довольно глубоко. Поверьте, так, давайте не будем ерничать на эту тему, поверьте, что у нас очень много больных со всякими проблемами горла, и они прекрасно снимают просто на телефон, это все и присылают нам, мы все видим, как у них выглядит там воспаление, в ротоглотке, есть специальные насадки для носа, есть специальные насадки для уха, это все просто уже существует, и не один год, а 10-15 лет уже все есть. мы просто этим не пользуемся, можно пользоваться, то же самое осмотр глаза можно проводить с применением этих приборов, более того, есть специальные насадки для ультразвука для телефона, есть, можно послушать, кстати говоря, с помощью телефона можно послушать больного, с помощью обычного айфона, без всяких приспособлений, вы можете снять ритмограмму без всяких приспособлений на любом телефоне, но смартфоне, естественно, не на кнопочках, это все есть уже сегодня, вы это используете в своей жизни? Нет, так используйте, возьмите, используйте, есть насадки для определения уровня глюкозы, есть насадки для давления, все огромное количество различных приспособлений, которые существуют, ну ладно, это бесполезный спор, понимаете, если вы не в теме, если вы, так сказать, хотите мне что-то доказать, то вы мне ничего не докажете, потому что я в теме, а вы нет, вы будете выдумывать каждый раз какую-нибудь новую идею, а есть ли то, а есть ли это, а у бабушек нет смартфонов, сейчас приехали, кто же вам это сказал такой глупости, у бабушек как раз полно смартфонов, но мы-то говорим как раз о том, что это парамедик в деревне, мы просто эту технологию отработали уже в 14-м году, когда вы даете такому парамедику, называется он полномоченный домового хозяйства, вы ему даете смартфон с системой симптомчекеров, с приборчиками небольшими, и он ходит и делает все, что нужно, он не имеет медицинского образования, но вот как его оплатить, мы не знаем, мы уперлись в это, мы не смогли, у нас прошло таким образом 3000 человек в отдаленных деревнях Карелии, 3000 с половиной по-моему человек, 15 деревень, прекрасно все работало, только мы не можем заплатить им, именно об этом речь и идет, эта услуга не включена в ОМС, соответственно заплатить мы ничего не можем, мы на добром условии поработали и разошлись, это люди, которые вообще не имеют доступ к медицине, какая им колоноскопия, вы о чем говорите, они в жизни таких не видели, а вот насчет смартфонов, как раз это очень довольно просто, хотелось бы официально заняться телемедициной, ну присоединяйтесь к нам, пожалуйста, это все несложно, с подвохом, да, подвохи есть, но мы как раз вот пытаемся эти подвохи обойти, а я так вижу, Андрей написал на наш офис, связывайтесь, мы с удовольствием примем вас в команду, научим, как этим всем работать, будете работать, у нас все абсолютно легально, все, так сказать, жалобы были на нас хирурги, ну в принципе нужны, нам нужны люди со своей как бы пациентской базы, потому что мы не справляемся с привлечением пациентов, с удовольствием, мы сейчас договорились с одной группой хирургов, которые занимаются лечением ран, в частности, речь идет о ранах, там, при варикозном, так сказать, варикозные раны, диабетическая стопа, что там еще, посттравматические раны, вот, и вот мы с ними как раз хотели взаимодействовать, но сейчас вот ситуация, когда все немножко провалилось, и мы приостановились, но в принципе такая идея у нас была, гомеопата нет, мы с гомеопатами не работаем, это не наша тематика, это мимо нас, вот, ну, на самом деле нужны психотерапевты, неврологи, вот эти вот специальности у нас не то, чтобы сильно востребованы, но иногда появляются вопросы, и, к сожалению, вот, у нас несколько специалистов и той, и другой специальности прошли и ушли, по непонятным иногда даже причинам, но какие-то они все немножко странные, хотя вот в Тверском, ну, филиалом его не назовешь, там центр самостоятельный, там как раз работают неврологи в основном, ведут больных неврологи, психологи, там в этом плане все нормально, но мы их никак не задействуем, в нашей дистанционной помощи, они там мощно этим занимаются, там за неполный год через Тверской вот центр постковидный прошло примерно 2000 человек, 2000 человек, это огромное число, вот, они по нашим технологиям тоже их лечат, кстати, там выявляются тоже очень любопытные всякие баскулиты периодически, вот, и, так сказать, вот мы с ними взаимодействуем. Знаете, я когда-то у нас выступала группа, господи боже мой, как же она называлась-то, группа Аракс в больнице, это там 80-е годы, и кто-то их спросил, как вы относитесь к машине времени, они ответили, а мы к ним не относимся. Поэтому вопрос про то, как вы относитесь к гомеопатии, я к ней не отношусь, я совершенно мимо. Вы меня спросите, как я отношусь к хирургии, да не отношусь, я ничего не знаю, или как я отношусь еще к чему-нибудь, это не моя тема. Так, ну ладно, значит, на самом деле, вот правильно Андрей замечает, что столько больных у нас, конечно, сейчас нет, и провал большой, провал везде идет, во всех частных структурах, насколько мы знаем, думаю, что и не только в частных, потому что с больными больные перестали обращаться, они все сейчас заняты с теми проблемами, о которых мы с вами говорили, и я думаю, что это все еще будет нарастать некоторое время, но в принципе мне кажется, что уже потихонечку все начинает возвращаться на округи своя, потому что здоровье все равно требуется, и люди хотят быть здоровыми, поэтому я надеюсь, что больные будут пребывать, направляйтесь, если вы хотите. Мы готовы любое количество врачей принять, потому что нам все равно, но больных вы должны тогда приводить сами к себе, мы вам объясним, как это делается, мы вам расскажем, все покажем, значит, есть только одна маленькая деталь, что я всех больных смотрю, поэтому меня больные не проскакивают, а у вас со мной могут быть расхождения, если вы, например, начнете там гомеопатию, то это будет последняя ваша консультация. Вот, ну, вот такие у нас условия. Спасибо всем за то, что вы послушали. Всего хорошего. Будьте здоровы.